В Зимнем театре нет свободных мест. На антитеррористическую комиссию пригласили глав районов, начальников всех городских управлений, руководителей крупных предприятий, санаториев и гостиниц. Курортный сезон – тема общая и важная для всех, и от качественной работы каждого из сидящих в зале, отметил Анатолий Пахомов, зависит успех его проведения. К Сочи после зимних игр внимание особое. По данным российских туроператоров, число интернет-запросов о Сочи от иностранцев выросло в три раза. Интерес российских граждан увеличился в четыре. Олимпиада прошла успешно, в том числе благодаря высокому уровню безопасности. И в летний период он должен быть не ниже. Беспрецедентные меры безопасности были предприняты во время подготовки к Олимпийским играм. И очень многое сделано благодаря постановлению правительства номер 272, согласно которого все учреждения санаторно-курортного комплекса приводились к мероприятиям безопасности. Самая главная безопасность на воде. Туристов в этом году примут на 13 пляжей больше, чем в прошлом, за счет эмеретинской низменности. Всего же для купания в Сочи оборудовано более 100 прибрежных территорий. Проверки уже начались. Есть часть пляжей, которая не отдана в пользование хозсубъектам. И данные пляжи, в силу того, что они практически непосещаемы, не оборудованы соответствующими спасательными средствами. Поэтому на данных пляжах мы выставляем аншлаги, что купание на данных пляжах запрещено. Это требование закона. Привлекут гостей новые экскурсионные маршруты, великолепные виды, обновленные Красной Поляной и Дворцы Олимпийского парка. Но и уже проверенные временем объекты, показы и подъезды к ним отметили на совещании. Должны быть проверены на безопасность, ведь это основа экономики города. Все маршруты экскурсионные у нас выставляли сотрудники полиции, сотрудники ДПС, останавливали, проверяли документы и привлекали к административной ответственности. Были случаи, что транспортные средства изымались по их техническому, неудовлетворительному техническому состоянию. Есть вопросы и к санаториям. Проверки показали. Пока к сезону готовы не все. Особое внимание к детским здравницам. Замечания к некоторым есть. Исправят их в ближайшее время. Кроме того, на совещании говорили и о продовольственной безопасности. Проверки пройдут небольшие магазины, кафе и рестораны. Особенно сезонные. И об экономической санатории из Дравницы должны предлагать интересный для разного уровня гостей турпродукт. Работать по системе «Все включено» и уходить от сезонности. Курортный сезон в этом году начнется раньше обычного – 17 мая. Его откроют в дни проведения черноморской регаты больших парусников. А все замечания, которые были озвучены на заседании, должны быть устранены до 20 числа. В этот день Анатолий Пахомов снова соберет большое совещание.